Привет, ребята! С возвращением в наш любимый лагерь. Я думаю, Савенок уже заждался, и мы с вами продолжаем наши приключения. Обязательно поддержите это видео лайком. Ну и погнали! Ладно, так или иначе, нужно вернуть домой мою верную басуху. Отыскать любимую девушку, вручить ей цветы. Что же еще? Ах да, поиски ответов. Все эти игры в пионеров совсем закрутили меня. Время уходит, а прогресса нет. Никакого. Конечно, я слегка освоил бас, но не за этим же меня перенесли в прошлое. Знать бы еще зачем, с какой целью, и есть ли эта цель вообще. Чувствуешь себя глупым слепым щенком, который тычется во все стороны и не понимает, что происходит вокруг. На тропинке, ведущей к музыкальному кружку, я увидел Мику, и мысли о природе лагеря тут же испарились. Но как было удержаться? Стараясь не шуметь, я сделал несколько быстрых шагов и прикрыл ей глаза одной ладонью. Стараясь не задеть гитарой. Угадай, кто? Семен, а я как раз к тебе собиралась зайти. Да? Я обнял ее свободной рукой и припал губами к шее. Соскучилась? Я тоже. Очень. И я... я там, ну... забыла кое-что. Нужно забрать. Не волнуйся, улики спрятаны и ждут тебя в домике. Ты что, его нашел? Мику от смущения покраснела и прикрыла лицо руками. Странно, учитывая произошедшее событие. Вроде бы ничего эдакого, но сон в одной постели все-таки. Вроде как, поздно стесняться. Не я. Лена утром зашла и увидела. Как стыдно! Не волнуйся, больше никто его не видел. Симпатичные котики, кстати. Дурашка, ты его еще и рассматривал. Мику хлопнула меня по руке. Совсем чуть-чуть, чтобы удостовериться, что мне не приснилось. А то открываю глаза, весь такой счастливый. А тебя рядом нет. Куда ты, кстати, пропала? Я проснулась и услышала, как кто-то гремит ключами. Решила, что будет плохо, если нас застанут в таком виде. Так что собрала одежду и выскочила в окошко. В чем была? Мику смущенно улыбнулась. Нет, мы точно что-то делаем неправильно. Это же мне полагается выскакивать утром из окна любимой девушки. Вообще-то да. Но если бы я осталась в медпункте, а ты бы пришел в домик и лег в мою кровать, то Лена была бы в шоке. Не думаю, это она пришла утром. Я бы не сказал, что она сильно удивилась, увидев то, что ты забыла. А я вот утром удивилась. Я вообще не понимаю, как вчера решилась вот так вот к тебе лечь. Ну, еще подумаешь, что я, ну, легкомысленно к этому отношусь. Может, и к лучшему, что ты еще спал. А то я со стыда бы сгорела. А я испугался, что мне это все только приснилось. Испугался? Правда? Мику повернулась ко мне и посмотрела мне в глаза. Конечно. Мне было так хорошо, когда ты была рядом. Совсем как тогда, в старом лагере. Мику смущенно опустила глаза и снова вздохнула. Мы постояли еще немного, затем она меня освободила. А, она мягко освободилась и взяла меня под руку. Пойдем в клуб. Сегодня предстоит столько сделать всего. Завтра же приедут гости, мы для них сыграем. Надо приготовить инструмент, сыграться еще раз. Я вспомнил вчерашнее событие. Кстати, Мику. Женя нас приглашала на ничей после обеда. Говорит, ты ей с чем-то там помогла? Просила передать. Да, я ее сегодня видела, а она мне тоже сказала. Часа в три зайдем. Она пирог испекла. Я вот теперь думаю, что надо и мне попробовать. Я ведь тоже умею печь. Жду, не дождусь попробовать. Как ты готовишь? Женя сама испекла. Кто бы мог подумать. Это и есть та самая помощь, о которой она мне говорила? Нет. Она и сама неплохо готовит. Мику рассмеялась. Я ей кое-что из твоих кассет переписала, а не с Сережей. Подожди, она просила никому не рассказывать. Обожаю тайны. Я тоже. О, они там что-то с Сережей. Вот мы и пришли. Подожди секундочку. Я сейчас. Я преградил ей путь. Ой, что случилось? Ничего. Я оставил недомывающую Мику снаружи, зашел в клуб и остолбенел. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Прямо передо мной на четвереньках стояли Алиса и Ульяна, причем обе были в форменных юбках, туго облегающих две симпатичные попки. Три буквы, получается. Что это может быть? Я думаю, это М или Ю? Значит, знаю я, что ты подумала. Молчать. Вторая буква О. Может, дом или мой? Я вздохнул и прокашлялся. Девчат, я дома. Ну зачем же встречать меня вот так? Достаточно просто здравствуйте, господин. Ха-ха-ха. Ой, взвизгнув, они одновременно сели на пол, одергивая юбки. Нечего пялиться. Сейчас кому-то врежу. Подожди минутку, тогда и врежешь. Выхватив из ваза цветы, я прислонил бас к стене и поспешил обратно. Увидев букет, Мику широко открыла глаза. Это мне? Тебе. Помнишь ведь? Кино, цветы, мороженое. Целовать при каждом удобном случае. Мороженое отложим до возвращения. В кино были. А цветы? Вот они. Ох, какие красивые, Сень, спасибо. А как пахнут. Ты просто чудо. Ребята, как мило. На аллее было пусто, так что никто не видел, как Мику бросилась мне на шею и обняла. Потом мое внимание привлекло перешептывание. Из приоткрытой двери на нас смотрели две пары глаз. Ну только посмотри на эти нежности. Мне вот завидно. На меня он так не бросался. А на меня бросался, когда я котлеты украла. Да? Попробовать что ли себе так? Когда там котлеты на завтрак будут? По-моему, каждый день. Сень, вы там долго? Мы по тебе тоже соскучились. Может, прервешься и поздороваешься? И я с сожалением отпустил Мику. Так мы с вами уже виделись. Ну, то не в счет. Сейчас ты у нас официально вернулся в строй. И что мне делать? Да ничего. Просто постой спокойно. После этого рыжие музыкантки одновременно обняли меня, а потом втолкнули в клуб. На этом торжественное счастье внезапно закончилось, и они вернулись к своему занятию. Они же там карту пытаются расшифровать. Алиса, Уля, а что это вы тут на четвереньках? Я присмотрелся к тому, чем они занимались. Это точно была не репетиция. На полу были разложены план лагеря, украденный с главных ворот. И валялась куча бумажек, на каждой из которых было по букве. Ульяна перекладывала карточки «ты так и эдак», пытаясь понять, что же написано на бумажке. А Алиса изучала план, прикидывая, какая его часть могла быть изображена на схеме. Им явно было не до музыки. Клубом владела золотая лихорадка. Как вы думаете, какой там может быть клад? Уля повернулась ко мне передом, а к шифру задом. И принялась излагать. Шифр подбираем. Вот смотри, здесь несколько букв стоят отдельно. Значит, это могут быть буквы Я, И, В или К. Но может еще О, понимаешь? Более-менее. Хотите определить их, а потом, подставляя в слова, разгадать остальные? Как Холмс? Вот! Ты понимаешь? Не то, что это рыжая. Я все слышу. Компьютер бы пригодился, да? Ульяна пожала плечами. А я на нем все равно не умею. Он и Сашки есть, а толку-то? В дверь постучали. Можно? Ульяна вздохнула, скорчила рожицу. Помяни чудака, появится издалека. Шурик зашел в клуб, позоровался и продемонстрировал исписанный лист. Я его все-таки сделал. Аплодисменты не обязательны. Забирайте. Плакать при виде кибернетика Уля не стала, но голос ее звучал грустно. Спасибо. Дашь посмотреть? Конечно, держи. Я заглянул через плечо Ульяны. Как я и подозревала, никакого четкого описания сундук под камнем с крестом. Вместо этого текст звучал так. Теперь я уверена, что ты попал сюда не просто так. Приходи на пляж, сядь между белых камней и посмотри. То, что ты ищешь, будет там, куда укажет тень от вышки в 4 часа. Будь один. Это очень важно. Глаза Ульяны тут же загорелись. То, что ты ищешь. Я знала, я чувствовала. Это клад. Конфет куплю много, целую тонну и ударную установку, самую лучшую. И... Алиса немного охладила ее пыл. Улька, как ты думаешь, откуда у пионеров может быть сокровище? И какое? Набор фломастеров. Коллекция значков. За это много конфет не купишь. Ульяна не сдавалась. Мало ли, может они клад нашли? Тут ведь монастырь был. Ага, нашли. А потом закопали назад и написали самим себе записку, где его искать. Не похоже на остальных. Ты здесь не просто так. Странно это все. Как будто ее адресовали... Мне? Да оно быть не может. Алиса, не нуди. Я посмотрел на Мику. А что думает руководитель клуба? Я думаю, что про подготовку к завтрашнему дню они забыли. До обеда уж точно. И что мы с тобой вполне можем пойти погулять. Ульяна возмутилась. Как погулять? А клад? У вас двоих одно на уме? Мику показала на часы на стенке. Улья, в четыре это после обеда. Даже если мы пойдем искать эти ваши белые камни, то еще рано. Ну и ладно. Мы с Мику оставили музыкальные кладоискатели, настроить планы и вышли на свежий воздух. Куда пойдем? На холм хочется, если ты не против. Вон туда. Там очень красиво. Мику показала куда-то в сторону. Там я еще не был. Тогда пошли. Знаешь, я пару раз ходила туда с гитарой. Жалко, гитару не взяли. Обожаю слышать твою игру. Мику посмотрела на меня. А почему молчал? Если нравится, мне совсем не трудно. Только попроси. Ты и так вся в делах. Еще и требовать, чтобы ты меня развлекала. Ну, чего дерешься? На самом деле, подзатыльник, который она мне отвесила, не убил бы и муравья. Это было скорее легкое поглаживание, от которого приятно побежали мурашки по коже. Сень, знаешь, я тебя, конечно, люблю, но ты иногда такой... Такой... Не... Не... Мику задумалась, подбирая слово. Непроходимый. Непонятливый. Я понял ваш намек. Мику, милая, сыграешь для меня? Там, на холме. А вот теперь подумаю. Посмотрю на поведение. Я буду очень хорошо себя вести. Сыграю, конечно, только гитару тащишь ты. Надо было сказать, что флейту люблю. Или губную гармошку. Поздно. Первое слово дороже второго. Радуйся, что не сказала, что любишь звук рояля. А то пришлось бы катить его на вершину. А у него колесики маленькие. Будут застревать. Или барабаны. Это же придется звать Ульяну с Алисой, чтобы помогли тащить. Увяжутся за нами, будут комментировать и советы давать. Какое же тогда свидание получится? А если мы при них начнем... Ой... Нет-нет, я сегодня не в настроении рояля по горам. Катать гитары нам хватит. А какую взять? Их там три, кажется. У Алисы спросишь. Там одна гитара, ее личная. Из дому привезенная. Мы ее вместе покупали. Клубные. Они похуже. Так а нам-то какую лучше взять? Я бегом вернулся в москлуб. Алиса и Ульяна уже вовсю репетировали чай с печеньем, а Шурик, видимо, ушел. Уже нагулялись? Полез приставать, и она тебе дала по морде. Это правильно. Это нужно. Я не стал уточнять, что нужно приставание или по морде. Нет, мы только идем. Алис, мне тут Мику сказала отобрать у тебя самое дорогое. Ульянку не отдам. Алиса обхватила Ульяну за плечи и потеребила один из ее рыжих хвостов. Она мне очень дорога. Ульяна радостно обняла руку Алисы. Алиска, ты мне раньше такого не говорила. Я тебе так дорога. Честно, честно. Честно, честно. Ты у меня еще весной заняла на подарок дедушке 10 рублей. И не возвращаешь. Еще бы недорогая. Не надейся, что я забыла. Ух ты, какая жадная. Отдам я. Семенович, так ты не за мной? Нет, дайте мне гитару, пожалуйста. Мику просила. Алиса вздохнула. Подошла к стойке с гитарами. Мою, конечно. Темненькую. Угу. Семен, а ты знаешь, что с тобой произойдет, если на ней будет хоть одна царапина? Фантазия у тебя однообразная. Думаю, ты мне врежешь. Давай тогда и чехол. Чего? А ты не обнаглел? Где я чехол возьму? Давай, давай, не жмись. У тебя есть. Я же помню. Алиса вздохнула. Это мой личный. Я его из дома привезла. Что я с этого буду иметь? Гитару без царапинок. Могу еще и поцеловать. Вот только угрожать не надо. Ой, можно подумать, Алиса бы отказалась. Алиса улыбнулась, достала потертый кожаный чехол. На нем красовалилась кривоватая, но узнаваемая эмблема ACDC, выведенная белой краской. Рыжая помогла мне упаковать инструмент, застегнула молнию. Ты там аккуратно с ней. Не царапины. Обещаю. Я про Мику дуралей. С ней вечно приключение. Спасибо. Все будет в порядке. И пожаре ее долго не води, чтоб плохо не стало. Воду взяли? Возьмем, мамочка. Сенька, не умничай. Вали уже. В этом вся Алиса. Я вздохнула и поспешила обратно. Мику торопливо ждала меня в тени сиреневых кустов. Время от времени нюхай розы. Мы уже почти добрались до их вселенной домика, когда нас перехватила вожатая. Мику Семен. Да, Ольга Дмитриевна. Вы на репетицию? Вроде того. Ольга Дмитриевна, пионер Семен. Персунов и пионерка Мику. Ой, Микуля, а как твоя фамилия? Мог бы и запомнить. Мику мило притворилась обиженной. Ну скажи. А вот и не скажу. Ольга Дмитриевна едва сдержала смех, наблюдая за нами. В общем, мы вот с этой скрытой пионеркой, скрытной пионеркой, запрашиваем разрешение на репетицию на природе. Вожатая посмотрела на наши неприлично довольные лица. Ага, значит одного раз было мало. Решили меня подвезти под статью. А куда собрались? На холм. Он чуть-чуть за территорией лагеря. Метров сто можно? Интересно, зачем это? Лагеря вам мало? Ну, там вид хороший. Можно? Пожалуйста, пожалуйста. Нам для репетиции ну очень нужно. Ольга покачала головой. Вообще-то не положено. Но сделаем исключение. Один раз. Сбегать? Сбегать? Тонуть? Теряться не собираетесь? Никак нет. Выход разрешаю. Семен, ты за старшего. Если потеряетесь или покалечитесь, сядем вместе. Спасибо. Одного спасибо мало. Вы куда конкретно идете? По дороге в старые корпуса на холм. Вон отсюда видно. Где сосны? Здесь везде сосны. Вожатая улыбнулась. Я на пристани оставила папку с бумагами. Красную такую. Она на ящиках лежит. Заберите, когда обратно пойдете. Будет сделано. Хорошо. Идите, пионеры. Только смотрите без глупостей. Мы с Мику синхронно посмотрели друг на друга, а затем на Ольгу Дмитриевну. Что вы? Какие глупости. Спелись уже. Ну, дуйте. Как это миленько. Мы добрались до домика Мику, чтобы прихватить кое-какую мелочь для предстоящего пикника. Заходи, я только цветы в воду поставлю. Мику зашла в домик, я прошел следом. Лена лежала на кровати, как обычно, перелистывая книгу. На ней были только шорты и лифчик. Упс. Ой. Действительно. Голубой. Увидев нас, она с тихим ой прикрылась футболкой. Лена покрутила пальцем у виска. Мику, стучаться же надо. Ой. Прости, пожалуйста. Тень, ты чего смотришь? Отвернись. Я повернулся спиной к девушкам и вздохнул. Лена, я ненарочно. Извини. Ничего, бывает. Я уже оделась. Поворачивайся. Мы на минутку. Мику поставила цветы в банку с водой, собрала в сумку кое-какую мелочевку и вроде покрывала и легкого перекуса. Лена украдкой поглядывала на наши сборы, но ничего не говорила. Все, мы ушли. Не скучай одна, хорошо? Мы к обеду вернемся. Хорошо. Семен, присмотри за ней, ладно? Обещаю. Верну в целости и сохранности. Мне кажется, все девочки в нас влюбились. Мы уже вышли из дверей, когда из домика донеслось. Погодите. Лена выскочила следом, подбежала к нам и протянула бутылку минералки. Жарко. Возьмите, а то мало ли что. Мику панамку взяла. Нет. Я ее где-то потеряла. Ничего. И так сойдет. Ну да, сойдет. У кого потом голова болеть будет? У меня. Мику развела руками. Я с Жарой не дружу. То-то же. Ну хорошо вам провести время-то. Могла бы дать свою. Помахав нам, Лена размернулась в дом. Как она о тебе заботится? Знаешь, я иногда бываю немного рассеянной. Лена привыкла со мной присматривать. Некоторые думают, что она незаметная мышка, но она очень хорошая. Да ты сам знаешь. Вы столько времени вместе провели там в медпункте. Жалко, что я не смогла часто у тебя бывать. А может и хорошо. Я ведь надоела бы. Она сделала паузу. Я обняла ее. Не говори такого. Ты мне никогда не надоешь. Никогда? Это же долго. Она вздохнула. Значит, тебе придется меня терпеть долго-долго. Я поправила ремень гитарного чехла, взял Мику за руку и мы направились на пикник. Это миленько. Дорога на холм заняла чуть больше времени, чем я думал. Мику знала, куда мы идем и показывала дорогу. Под ее щутким руководством мы заблудились всего два раза. О, все понятно с ней. Смотрите, какая тут красота. Наконец полянка нашлась. Ура, добрались! Где устроимся? Я снял с плеча гитару и огляделся по сторонам. Мику показала на поляну густо заросшую травой и полевыми цветами. Вот здесь хорошо. И не жарко, и красиво. И ходит редко. Последний особенно радует. Я раскатал покрывало и растянулся на нем. Красота! Думаю, лучше места не найти. Мику изящно опустилась рядом, легла поперек покрывало и положила голову мне на живот. Отсюда и правда открывался замечательный вид на лагере озера и миловидный профиль Мику. Легкий ветер гнал волны по траве. Полевые цветы опьянялись своим ароматом. Сосны давали слабую узорчатую цень, укрывая от жары. Что может быть лучше? Мику посмотрела на меня, заботливо поинтересовалась. Не простудишься, а то земля еще холодная. Ты ведь только-только выздоровел. Все в порядке, не волнуйся. После того, как ты меня согрела, я больше не заболею. Правда, очень помогло. Мику покраснела и принялась перебирать ремень на гитарном чехле. Когда я была маленькая, то читала в какой-то книге, что так лечиться можно. Что есть мужское и женское начало, инь и янь. И они как бы образуют гармонию. И если противоположного компонента не хватает, то человек болеет и слабеет. Там еще картинки такие смешные были. Только мама меня отругала и сказала больше эту книгу не трогать. Не помню название. Ветки абрикоса, или сливы, или персика. Она осталась в Японии. Я смутился и уточнил. Наверное, ветви персика? Ну и книжки у нее в детстве были. Вот точно, персика. Ты ее тоже читал? Я случайно нашла, думала про садоводство, а там голые люди. Нет, ну, потом я уже поняла, что это за книга такая. Но тогда я очень удивилась. Ну, не то чтобы читал, но бегло просматривал. В то время, когда думал, что по книгам можно научиться тонкостям любви. Научиться-то можно. Только за четверть века я так и не смог ни с кем сблизиться достаточно, чтобы воплотить теорию на практике. Не, только название слышал. Я решил, что это был намек, но Мика уже с детским восторгом смотрела на что-то в траве. Ой, смотри, какой жук интересный. Она подняла с земли большого жука. Я осторожно поднес палец к ее ладошке, и ярко-изумрудная насекомая неторопливо перебралась мне на руку. Он сидел и явно думал, что же случилось. Куда делась трава и земля? Откуда взялась все вот это розовое и мягкое? Совсем как я недавно смотрел на лагерь. Внезапно я понял, что очень может быть в этот самый момент меня вот так же кто-то изучает и рассматривает. Эта мысль слегка пугала. Мику с интересом смотрел на меня. У тебя сейчас такое лицо? Какое, милая? Не понимаю. Наверное, как у человека, который ищет ответ на вопрос. Или думает о чем-то неприятном. Глупые вещи в голову лезут. Совсем не те, о которых надо думать наедине с любимой девушкой. Вот как? Что же у тебя на уме? Только честно. Мику серьезно посмотрела мне в глаза. Может, сейчас как раз тот момент, когда можно завести разговор о том, кто я и как сюда попал? Жук этот. Думаю, вот сидит он сейчас на руке и не понимает, что попал сюда и где он. Никогда, наверное, не сидел раньше на человеческой руке и не подозревает, что его могут отпустить назад, могут раздавить, а могут зашвырнуть куда подальше. И мне его почему-то жалко. И что может сейчас? Вот так тоже где-то кто-то смотрит на нас. И лениво думает, что с нами делать? И делать ли вообще? Вопреки ожиданиям, Мику не обиделась, что рядом с ней я думаю о жуке. Даже не засмеялась, а легла рядом, лицом ко мне и неторопливо принялась излагать. Знаешь, мне мама одну вещь рассказывала. Может, тебе будет интересно. Я в детстве была плаксой. Легко огорчалась по любому пустяку. Так вот, если меня что-то расстраивало, дождь там или плохая оценка, мама говорила, есть вещи, на которые мы можем повлиять, и те, на которые повлиять не можем. Вот взяла ты этого жука, взял ты этого жука. Он ничего не может с этим поделать. Воспользовавшись тем, что я развесил уши, жук расправил крылья, снялся с моей руки и улетел в сторону луга. Мику проводила его взглядом и улыбнулась. Но это не значит, что от нас ничего не зависит. Понимаешь, о чем я? Ни слова. Я потянулся к ней, и наши губы встретились. Следующие несколько минут нам было не до болтовни, о жуках и предопределенности. Мику была слишком увлечена тем, что шлепала меня по рукам, не давая им забраться под свою рубашку. Я был поглощен попытками обойти ее оборону. Наконец мы рассмеялись. Кажется, ничья. Обидно-то как. Что, так сильно хотела дотронуться? Мику выглядела смущенной, но глаза ее задорно побляскивали. Очень. Тогда Мику взяла меня за руку и положила мою ладонь себе на грудь. Тебе положен маленький утешительный приз. Я торопила на секунду, кровь тут же хлынула в лицо и еще кое-куда пониже. Если второе осталось моим маленьким секретом, то первое... Я смутился и едва слышно ответил. И совсем не маленький приз. Мику прикрыла глаза и улыбнулась. Ты так мило краснеешь. Сама она тоже разрумянилась, и ее пальцы начали подрагивать. А дыхание стало неровным. Ты тоже. Я улыбнулся Мику, поглаживая приятную упругую округлость, скрытую белой тканью рубашки. Но почему эта пионерская форма такая плотная? Я осторожно освободил свою ладонь из-под ее руки и расстегнул одну пуговку. Затем вторую. Мику с интересом наблюдала за моими действиями. Я завел руку ей под рубашку и погладил светлую кожу, чуть тронутую загаром. Ай, щекотно! Ммм, вот это ужинти... Ой, ребята, ребята, ребята! Что у нас тут происходит? Подождите, а где тут что? А, это вон там рука где-то. О-о-о! Мику вздрогнула, облизнула губы и накрыла мою кисть своей, прижав к... Прижав к... Вот это поворот, ребят! В общем, освобождаться совсем не хотелось. Она не пыталась убрать мою руку, так что я приняла это как приглашение продолжать. Я попытался развить наступление и хоть немного выйти за границы нашей невинной пионерской романтики, но Мику прижала руки к груди, помотала головой и скорее выдохнула, чем сказала. Не спеши. Не буду. Против поцелуя, впрочем, она ничего не имела, чем мы с удовольствием и занялись. Осмелев и окончательно, я, не отрываясь от ее губ, опустила руку вниз и принялся поглаживать ее бедро. Постепенно поднимаясь от края чулка все выше и выше, до самых границ приличия. Рука на моей голове сжалась, беспорядочно задвигалась. Мику негромко вздохнула, затем ухватила мое запястье. Подожди. Мику, Мику, что ж ты творишь-то такое? Мику отвела мою руку в сторону. Не надо, пожалуйста. Я мягко, но настойчиво попытался вернуть руку туда, где она была, но Мику резко свела колени, повернулась спиной ко мне, сжалась в комочек и сложила руки на груди, запахнув рубашку. Ее голос подрагивал. Сеня, давай пока не будем заходить дальше, ладно? Прости. Видимо, мы с первого раза не понимаем этого. Я потряс головой, прогоняя горячку. Туман в голове рассеивался. Я протянул руку, погладил Мику по волосам, потом обнял и прошептал на ухо. Это ты меня извини. Я совсем потерял голову. Сначала вчерашняя ночь, а сегодня мы снова оказались так близко. Ты не сердишься? Ее плечи едва заметно дрожали, и я испугался было, что Мику плачет, но прислушившись, понял, что она беззвучно смеется. Нет, конечно, не сержусь. Мы оба хороши. Она улыбнулась, села, поправила лифчик и стала застегивать золоченые пуговицы рубашки. Дурацкий галстук. Никогда не умела его ровно завязывать. Всегда Лену прошу. Мику засмеялась, ее руки слегка дрожали, пока она безуспешно пыталась сделать аккуратный узел. В результате концы получились разной длины, а сам узел уполз далеко в сторону. Можешь завязать. И я развязывал неуклюжий плод ее трудов и сделал все сам, как можно ровнее. Вышло почти идеально. Закончив, я потянул галстук за концы, как она любит проделывать со мной, и поцеловал Мику. Ммм, против этого она не возражала. Странно, но несмотря на то, что между нами случилось, или не случилось, никакой неловкости не было. Мы перекусили прихваченными бутербродами и принялись обсуждать завтрашние события. Словно и не было ничего. Завтра, наверное, большая линейка будет. Иностранцы ведь приезжают. Интересно, какие они? Я слышала, у немцев, немцев галстуки синие. Удобно отличать будет. Меня другое волнует. Алиса говорила, что мы будем для них играть. Думаешь, меня уже можно выпускать на публику? Мику улыбнулась и без тени сомнения заявила. Ты готов. И не волнуйся так. Раз наш строгий, но справедливый руководитель так говорит, то волноваться и правда не о чем. Я посмотрела на чехол с гитарой. Даром, что ли, тащил? Мику, сыграешь для меня? А я уж думала, ты не попросишь. Сыграю, конечно. А что ты хочешь? Мой внутренний голос тут же отозвался. Ты отказала мне два раза. Я отверг это предложение и задумался. Правда, а что? Давай что-нибудь, что тебе нравится. Сейчас. Мику задумалась, мило наморщив лобик. О, знаю. Это у тебя на кассете было. Не знаю, кто поет, но мне очень понравилось. Она отронула струны и запела. Интересно, она петь будет действительно или только музыку послушаем? Такой знакомый мотив. Я его точно слышала. Звучит, по крайней мере, очень приятно. А, ну у нас есть как бы текст. Она для нас даже попела. Ну, конечно, целая песня про котиков. Как же она могла ей не понравиться? Я любовался Мику и вспоминал холодную зиму, которая окружала меня всего пару недель назад. Песни из моего времени пришлись Мику по душе. Интересно, а как бы ей понравилось там, в будущем? Интересно, может мы ее с собой заберем? Время шло, мы перемежали поцелуи с разговорами и музыкой, пока тень от сосен не уползла в сторону настолько, что это стало заметно. Мику вздохнула. Скоро обед, пойдем? А то вожатая заругает. Обязательно заругает, пойдем. Да, мы же там пообещали. Собрав вещи, мы двинулись обратно в лагерь. Мику посмотрела на небо и потеряла висок. Как жарко. Ой, правда. Давай в тень зайдем, чтоб голову не напекло. А где ты панамку-то потеряла? Не помню, представляешь? Положила на скамейку возле клуба и не могу найти. Может, стянул кто? Не знаю. Мику развела руками. Не могли и стянуть, она красивая была, с котиками. Ничего, найдется. Я так понимаю, что у Мику все с котиками. А мы за папкой зашли? В музыкальном клубе было пусто. Я огляделся по сторонам. Девчонки куда-то ушли, утащив с собой план лагеря и оставив на полу бумажки с буквами. Мы же забыли про папку. А-а-а. Оставив гитару в клубе, я проводил Мику в ее домик, а сам отправился передохнуть. То ли от болезни, то ли от волнения, то ли от прогулки по жаре, но хотелось прилечь. Вожатая повернулась ко мне и устала улыбнулась. А-а-а, Семен, как погуляли? Отлично, спасибо, что выпустили. Ольга сидела за бумагами. Я подошел поближе, стащил пряник из пакета, лежащего на столе. Но вы же все равно сбежали бы, верно? Честно? Нет. Я очень законопослушный пионер. Врешь ведь. Ну да неважно. Папку нашел? Ой. Я развел руками. Ольга вздохнула. Понятно. Ладно, потом сама схожу. Ну уж нет. Я забыл, я избегаю. Забыл начисто. Простите. Я тебя понимаю. Мику славная. Надеюсь, вы там никаких глупостей не делали. Это только после свадьбы. Ольга насмешливо взъерошила мои волосы. Ну вот даже так. Теперь, как честный человек, ты собираешься на ней жениться? Я понимала, что она шутит, но все равно покраснел. Ольга Дмитриевна, не было никакого теперь. Мы просто прогулялись. Странно, почему-то я тебе верю. Ладно, ты папку после обеда забери, если не забудешь. Ладно? А то у меня ноги отваливаются. Набегалась я. Завтра иностранцы приезжают. Их к нам в отряд прикрепят. Мороки столько. Ты иди обедай. А списки? Не говорят. А, списки не горят. После обеда принесешь? А то мысль о том, чтобы встать, куда-то идти, меня пугает. Обязательно. Может вам сюда обед принести? Не нужно, я уже перекусила. Спасибо. О, столовая. Дождавшись горной, я отправился в столовую. Еще один ничем не примечательный обед. Я думаю, что он не будет непримечательным, но что на нем произойдет, мы уже с вами узнаем в следующей серии, друзья мои. Поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Хорошего вам настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok